В этом году по нацпроекту отремонтировали 64 улицы. В городе обновили почти 85 километров дорог. По ним ежедневно курсируют автобусы. Водителей на некоторых маршрутах пассажиры знают в лицо. Но для того, чтобы машина вышла на линию, необходима слаженная работа многих людей. Это и диспетчеры, и автослесари, и специалисты по закупкам, и даже медсестры. Предостерегаем от всяких заболеваний, что-то советуем, что-то предлагаем. Потому что многих бывает отстраняем от работы, потому что когда у человека высокое давление, ему за руль садиться нельзя, потому что он возит пассажиров. Сегодня в мэрию пригласили, что называется, отличников производства, самых ответственных и болеющих за свое дело душой. Глава Сочи пожелал работникам транспортной отрасли крепкого здоровья и всегда вовремя довозить своих пассажиров из точки А в точку Б. Для этого закуплены новые автобусы, работают приложения для смартфонов с графиком движения, есть терминалы для безналичной оплаты. Выпущена специальная транспортная карта «Пальма». С ее помощью пассажиры могут сэкономить на поездке, а водителю не надо отвлекаться на поиски сдачи. Также Алексей Копайгородский отметил, что цифровизация отрасли продолжится. Во всех автобусах уже появились видеокамеры. Запись в салоне будет дисциплинировать не только водителей, но и пассажиров. Продолжение следует...